Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Глава города Сергей Сергеев напомнил – курортный сезон начинается не с карнавалов, а с порядка в городе. Поручения главы по благоустройству курортной Анапы должны исполняться в точности и вовремя. Несогласных с такой политикой городских властей принудительно в должности не задерживают. Доброе сердце с детства. Группа помощи бездомным животным Анапы организовала праздник для детей. Открыт новый дилерский центр «Орбита Юг». Анапа и Крым связаны теперь еще и авиарейсами. На этой неделе стартовали спецрейсы из Анапы в Симферополь. Глава города-курорта Сергей Сергеев подчеркнул, что сезон на кубанских курортах начинается не с карнавалов, а с порядка в городе. Он выходит на улицы, чтобы убедиться, что люди его поняли и готовы встретить гостей достойно. Но факты доказывают обратное. Стихия словно обнажает и подчеркивает те места, где явны пренебрежения к закону. Маранапа Сергей Сергеев, обижая город, их замечает первым и не понимает, почему те, кому положено следить за порядком в курортном городе, этого не делают. Вот же оно уже почти построенное. В проезде золотистый прямо на барханах незаконное строение. По всему видно будущие гостиницы. Хоть и спрятанное за торговыми рядами и жилыми постройками, но ведь такого размаха просто нельзя не заметить. Так же незаконно, как грибы после дождя вырастают в проездах к морю многочисленные торговые ролеты. И глава города в очередной раз требует от правоохранительных органов и своих замов. Неприкасаемых не должно вот обитенский проезд полностью. И не только это. Потому что здесь загорится, мы потом вообще ничего не сделаем. Понимаешь? И они, ну ладно, этот в клумбе стал, да? Ну, бангал построили прямо на тротуаре. Ну как? И это все в этом году. То есть мы должны для людей расчистить максимум территорий для прохода к морю. Отдыхающим должно быть комфортно. Торговля должна быть, но она должна быть цивилизованной. Прямо на газоне по Пионерскому проспекту 75 расположили стеклянные нестационарные павильоны с капитальным подключением к электроэнергии. Похоже, что обосновывались-то на века. Утекает неучтенная электроэнергия и тут немало. Никого не смущает и то, что капитальный мангал размахнул свои кирпичные бока прямо на тротуаре, отхватив у пешеходов добрую его половину. Администратору кафе придется учесть многие требования закона, на которые здесь наплевали свысока. Грязь, антисанитария полная. Смотреть даже на такой сервис неловко. А тут отдыхающие составляют представление о нашем городе. Вот это же нормально, нормально. Чего здесь не хватает? Ну, может быть, огородить как-то там, цветы поставить или деревья. И вот этот мангал снести и будет, и вот этот ларек. И будет красиво смотреться с улицы, вот это кафе. Ну, правильно. А если вот это все будет стоять, оно и смотрится вот так вот. Никого не поставили в известность и ни с кем не согласовывали свои действия об установке торгового павильона его хозяева в самом центре, на улице Горького. Это неприемлемо. Вы должны его поставить на свою территорию, чтобы... Вот сейчас в одну сторону переставляем и на нашу землю. Перед началом курортного сезона почему-то вдруг, то там, то здесь, возникают стихийные ларьки. По принципу, а вдруг прокатит? Нет, не прокатит. Посмотри, это порядок в городе. Это центральная часть города. Вы посмотрите сюда. Это что? А? У себя он во дворе, пусть такой порядок. Глава регулярно выходит в город. И самое главное, далеко-то ходить не надо. В самом центре Анапы идут по-прежнему стройки. Поэтому на скорую руку ночью кладут плитку, как попало, чтобы замазать глаза. Цитата Владимировна, закрыть плакатом. Наша муниципальная земля, закрыть плакатом вот эту торговлю. И пока он здесь не выстелит, ничего здесь не должно быть. Будущее шикарное кафе считают вполне дозволительным не просто строить, но и сваливать мусор в самом центре города. Стройка закончена, да? Вот это. Завесить баннером. Написать. Она по самый красивый город России. И закончить стройку. Я говорю, 25-го я постановление подписал. Это что такое? Посмотрите. Тут стройка полным ходом. Они вон разбежались, попрятались узбеки. Приглашайте сюда начальника УВД. Даже дождю за несколько дней не удалось смыть следы бурного строительства. Домывают спешно территорию Керхером. И то после напоминания администрации. Мы все-таки хотим, чтобы люди к нам ехали и говорили потом о городе с любовью и желанием вернуться сюда. Или думаем только о сиюминутной выгоде. Наведение санитарного порядка на анапских улицах, курортных территориях и пляжах – главная задача на ближайшую неделю для всех городских служб. Об этом говорили на общегородском планерном совещании. Эту работу глава поставил на личный контроль. О кадровых изменениях, произошедших за неделю в администрации Анапы, на городской планерке сообщил заместитель главы Олег Костенко. Марина Шмагрина с 28 мая возглавляет управление по обеспечению деятельности администрации. Ранее она руководила отделом производства этого структурного подразделения. 30 мая с муниципальной службы по собственному желанию уволились начальник управления ЖКХ Сергей Янин и заместитель начальника отдела организационной работы Игорь Шарапов. Светлана Сергеенко, ранее работавшая заместителем начальника управления закупок, переведена на должность начальника этого управления. Статистику криминогенной ситуации озвучил начальник отдела МВД России по городу-курорту Андрей Терехин. 24 нелегальных таксистов выявлено сотрудниками роты ДПС Анапы в ходе рейдовых мероприятий. Проверки продолжатся так же, как и рейды по выявлению несанкционированной торговли недостатков в сфере благоустройства и других проблемных вопросов жизни города. Например, киоск «Мороженое» в районе кафе «Прага», установленный вне правил, демонтировали по правилам благоустройства курортной Анапы. Законное занятие таксоматурной деятельностью и еще многое-многое другое. Если у этих людей есть ощущение, что они это будут делать все без заказа на территории города, то они в кругу просто блуждаются. А вас я призываю всех, засучив рукава, приняться за наведение в порядок. Глава города потребовал привести в порядок пляжные территории. В пятницу, если я увижу на пляже, ну по различным источникам, сам пройду, проеду, либо поручу, либо летолетный объем, увижу на пляже то состояние, которое есть сейчас, значит, в понедельник у Светлана Владимировна конкурсная документация на пляже, вот, с расторжением договоров о рейде Смококу, и то, о чем я утром сказал, разыграем конкурсы, будем приветствовать здесь Санкт-Петербург, Москву, там еще кто, Самара, кто-то не выиграл этих. Наши местные конкурсные процедуры долгосрочные. И пусть заходят на пляж, но у нас будет прописано, что должно быть, когда, в руководительном режиме, и в случае неисполнения будет расторжение договора и новый пляж. Не допущены в эксплуатацию 8 пляжей, также находятся под контролем МУПАКУ. На всех территориях, не оборудованных для купания, должны быть предупреждающие знаки и таблички. Проконтролировать и представить отчет по ручению управлению по санаторно-курортному комплексу и туризму. Контроль должен быть установлен из-за работы такси нелегалом на дорогах Анапы не место. Глава города также дал распоряжение поблагодарить инвесторов за проделанную в Анапе работу. Установку фонтанов у зданий администрации в Ореховой роще и за инвестиции в 3 миллиона рублей на ямочный ремонт дорог. Сергей Сергеев подчеркнул, все средства спонсорские. На указанные работы из городского бюджета денег не направляли. До 5 июня в Анапе создадут единый список образовательных и спортивных учреждений и в соответствии с их расположением схемы границ торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию. С июня в силу вступил краевой закон, ужесточающий правила торговли табачными изделиями и алкогольными продуктами. За его реализацией также будут следить созданные рейдовые группы. На этой неделе авиакомпания Акбар Сайра начинает выполнять авиарейсы из международного аэропорта Анапа в Симферополь, полуостров Крым. Вместимость пассажиров этого рейса до 50 человек. Время в пути около 50 минут. Протяженность маршрута почти 300 километров. Перелеты из Анапы в Симферополь будут выполняться 7 раз в неделю. Вылет из Анапы в понедельник, среду, пятницу и в выходные дни субботу и воскресенье. Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 1500 рублей. Напомним, что новое направление, второе по счету, связавшее Краснодарский край и аэропорты Базл-Аэра с новым российским регионом, полуостровом Крым. И в продолжении транспортной темы автомобили для людей, сервис для автомобилей, принцип работы специалистов нового дилерского центра «Орбита Юг». Подробности об открытии нового автосалона расскажем прямо сейчас. Новый современный дилерский центр «Орбита Юг» Ниссан построен по всем стандартам компании, в основе которой лежит принцип автомобили для людей, а сервис для автомобилей. Строительство длилось два года и теперь все готово для того, чтобы открыть двери для многочисленных владельцев и поклонников автомобилей марки Ниссан. Дорогие дамы и господа, мы отправляемся на «Орбиту» и открываем наш новый официальный салон. Раз, два, три! Управляющий директор Ниссан в России Филипп Саяр этим вечером тоже посетил открытие автоцентра и поделился с журналистами информацией о новинках этого года. В этом центре будут представлены все новые машины, которые Ниссан анонсировал в этом году. Вы уже можете видеть Тиану, которая была презентована полтора месяца назад для российских клиентов. В ближайшие дни сюда приедет Ниссан Тирана, полностью новая модель, плюс будет несколько новинок, которые появятся во время московского автосалона в конце августа этого года. Если говорить в общем и целом, Ниссан меняет практически всю модельную линейку в течение этого года, и в этом салоне будут представлены все эти автомобили. Открытие этого центра ознаменовалось и большим сюрпризом для гостей. Организаторы представили абсолютно новый Ниссан Кашкай. Притягивающий к себе взгляды с гордым вызывающим профилем и проработанным до мелочей интерьером, он предстает в новом образе, воплощающем в себе все грани премиального городского кроссовера. На площади более 1300 квадратных метров, а это более трети всего пространства автосалона, расположилась сервисная зона. Современные подъемники, диагностические посты и использование только оригинальных комплектующих материалов – гарантия быстрого, а главное – качественного обслуживания клиентов. Установка современного и высокотехнологического оборудования была запланирована еще на этапе строительства дилерского центра. И на данный момент это оборудование позволяет нам оперативно с соблюдением стандартов качества и на самом высоком уровне выполнять все виды ремонтных и диагностических работ. Отдельно стоит отметить укомплектованный по последним стандартам малярно-кузовной центр. В распоряжении сертифицированных специалистов итальянское, английское и немецкое оборудование. Одновременно в нашем центре мы можем обслуживать до 20 автомобилей. Это достигается путем использования передовых технологий в влагокрасочных системах, ускоренным временем и при этом без потери качества. Группа компании «Орбита» – одна из крупнейших сетей дилерских центров на юге России. И теперь к четырем автосалонам «Ниссан» в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Таганроге, Астрахани присоединился и Новороссийский. Генеральный спонсор открытия – автоцентр «Орбита Юг Ниссан» – лизинговая компания «Веб-лизинг». Информационный партнер – журнал «Искусство потребления». И к другим темам. Группа помощи бездомным животным «Анапы» «Сердцем к сердцу» организовала для мальчишек и девчонок праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. Мини-праздник прошел на улице Чехова на 100-метровке. Рядом с зоомагазином работала выставка пушистых животных. Любой желающий мог помочь бездомным животным кормом и медикаментами. А кто-то помог обрести котятам новый дом. Юных жителей 12-го мекорайона волонтеры группы «Сердцем к сердцу» пригласили на детскую игровую программу «Мой маленький друг». Концерт вообще был организован спонтанно. Информация о концерте появилась два дня назад. Поэтому все максимально быстро было организовано. В первый день лета волонтеры задали тон на каждый день каникул. Провели зарядку, показали новые игры и конкурсы, чтобы каждый день лета стал для маленьких анапчан радостным и веселым. Проверка курорта дождем. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки сохранится дождливая погода. Уровень воды в водоемах на постоянном контроле управления гражданской обороны. Сообщаем, что в случае подтопления домовладений и частных дворов анапчане могут обратиться за помощью по телефону 320-94. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. О том, какую будет погода в следующие сутки, расскажем прямо сейчас. В среду 4 июня в Анапе будет пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 20-22. Ночью до плюс 19 градусов по Цельсию. Ветер южный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 20 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Продолжение следует... Телефоны 48300 и 48663. Редактор субтитров А.Семкин – 2022, Меркурий-2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...